За окном лишь непогода и ненадзия Дожди смывают нарисованное счастье Печальный ветер на траву роняет листья Как конфетти, как неотвеченные письма Танец осиний, танцуем с тобой Танец осиний, запавшись в твои листья кружат И прощаются с ветром Танец осиний, прощай и прости Может быть где-нибудь там впереди Новая встреча со сказочным летом Добрый день, друзья! Напомню, что мы с вами находимся на барахолке, сделанной в СССР По адресу Москва, метро Электрозаводская, Большая Семёновская улица, дом 10, строение 13 В предыдущей части мы говорили с вами об отделах фиксированных цен Мы были на рынке как раз в день скидок И в этот же день проходил аукцион Затем мы познакомились с частью работ Здесь эксклюзивных редких вещей Но сегодня я продолжу рассказы об этих интересных предметах Но перед этим я хочу сделать для вас небольшое объявление На этой торговой площадке пройдут праздничные мероприятия 4, 5 и 6 ноября Вход бесплатный 4 ноября праздничный концерт в 16.00 состоится 5 ноября аукцион винтажных вещей в 12.00 6 ноября праздничный фуршет с 11.00 до 19.00 Все дни скидки на все товары И в конце видео вы увидите покупки, которые я сделала в этот день Итак, первая вещь, которую я особо выделила Это редкое блюдо, поднос, виноградная лоза Это обливная керамика, майолика За что я особенно люблю предметы, выпускающиеся раньше на заводе Конаково, ЗИК, СССР Так это за ручную роспись прекрасную и рельеф Блюдо в отличном состоянии, можно сказать, сервантного хранения Видно, что его очень берегли, его любили, им любовались Размер блюда 33,5 на 24,5 сантиметра 1966 года выпуска Это второй предмет, который меня заинтересовал Который мне очень понравился Это небольшая вазочка из красного китайского резного лака С традиционным восточным мотивом цветущей природы Но в данный момент здесь изображены пионы Яркий образец декоративно-прикладного искусства Китая середины 20 века Сок лакового дерева Это природный полимер, который практически не разрушается никакими растворителями Кислотами или щелочами, используемыми в повседневной жизни Он стойк к воздействию влаги, что очень важно для этой местности сырости и высокой температуре И характеризуется долговечностью полировки Технология изготовления изделий из красного резного лака Чрезвычайно трудоемка На лату на основу наносит лак, бывает что до 300 слоев На полученное изделие наносится рисунок тонкой иглой По которому мастер при помощи острого резца и вырезает фантастические пейзажи, жанровые сцены Или цветы, пионы, как у нас здесь есть Имеющие почти скульптурный эффект Ну да, посмотрите, прям каждая жилочка, каждая листика на лепесточке мы видим очень хорошо Это чрезвычайно корпоративый процесс создания подобных предметов Требующий безукоризненно верной руки Он и обусловил их высокую стоимость Которая с самого начала производства изделий из красного резного лака Сделала их предметом роскоши Принадлежностью императорского двора Домов знати и состоятельных людей Подобные изделия воспринимались как настоящая драгоценность И пользуются особой популярностью среди китайской знати до сих пор Ну а вот эта вазочка стоит всего 5 тысяч Ну это очень небольшая цена Так что я советую вам, кто хочет ее приобрести Смотрите, север, герой, да Ой, печать, ножки, золото Боже мой Ну это вообще музейная вещь-то Живопись Живопись, это музейная вещь у вас Надо брать Ручки Потрясающая вещь Такая прелесть Как будто жемчуг золотой И ручки Это, по-моему, аканты листья Они очень любили аканты делать Состояние великолепное Еще снизу вам сниму Потому что действительно вещь уникальная Уникальная Поэтому здесь можно встретить Такие редкости Друзья А это специально соединяли ножки Чтобы была крепкая Такая конструкция Чтобы можно было тяжелые Какие-то блюда выкладывать Решила Перед этим я купила Вот мои предыдущие покупки Вы их видели Ну, а в последний раз Я купила Вот такую замечательную Шкатулку кисловодскую Посмотрите С розочками Замечательный чайник Шишка Да, Кала Это у меня Чайник Мадонна Сервис Часть Вот такой замечательный Бокал Бакемского стекла Вы его помните все И очень много Хрусталя купила Я вам уже Показывала Говорила О том, что я собираю Сервис Сервировку Для Такая Какая была у моей бабушки С чайными Тройками Кобальта И вот такой Замечательный Подсвечник Сейчас начнутся Холодные Промозглые дни И он у меня Будет гореть И приносит Такое Вот Веселое настроение Вот Посмотрите Какая Замечательная Хрустальная Туфелька Которая Потеряла Золушка Еще Вот такой Поднос Очень красивый С виноградом Поближе Покажу Бокаут Этот Замечательный С лепкой С ручной Работой Перед вами Очень изящный Чайник И сервиза Мадонна Который Произведен На заводе Каула В ГДР В то время Были Сервизы Мадонны Пользовались Огромной Популярностью Их Начали Выпускать После 1953 Года И перестали Выпускать В 1995 Году После Развала СССР Очень Красивое Люстровое Покрытие А на нем Золотой Рисунок Это Еще Делает Более Такой Изящный Вид Наверху Золотая Шишечка На крышечке И Очень Красивая Ручка Тоже Покрытая Золотом Это Барочный Стиль И В его В двух Медальонах Можно Увидеть Сюжеты Мифологической С мифологической Тематикой Все эти Картинки Позаимствовали У Швейцарской Художницы Анжелины Кауфман Дизайнеры Ну Такие Сервизы Мадонны Выпускались Не только На этом Заводе А и На других Заводах Германии Ну а Также В Чехословакии И Японии Я Пыталась В прошлом Году Сделать Новогоднюю Такую Сервировку С этими Посвященную Юбилею Советского Союза И Я купила У меня были Уже Чайные Тройки Молочник Сахарница И Соусник Но мне Не хватало Чайника К сожалению Я тогда Сделала Без него Но в этом Году Я сделала Все это С ним В медальоне Так же Как и На десертной Тарелочке Изображено Соблазнение Нимфы Калиста Юпитером Латинское Название Зевса Юпитера Можно Отличить По полумесяца На лбу А справа В кустах Прячется Купидон И Вторая Сценка Наказание Купидона Он же Эрет Или Амур Богиня Дианой Чтобы Соблазнить Неприступную Нимфу Калиста Юпитеру Пришлось Превратиться В богиню Диану Через Какое-то Время Она Родила И Разразился Скандал В результате Чего Ее Превратили В медведицу А ребенка В медвежонка В конце Это все Заканчивается Тем, что Вы видите На небе Появилось Созвездие Большой Медведицы Друзья Большое спасибо Что были со мной Что нашли время Чтобы Просмотреть Это видео Я вас Благодарю Желаю Вам Всего Самого Хорошего Самое Главное Здоровья Мира В душе Мирного Неба Над головой Обнимаю До встречи Мои дорогие Друзья Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...